Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Финч, и мы продолжаем. Третья часть будет о том, как декомпилировать наш код, наше приложение. Вот, и вторая часть этого урока будет о том, как его защитить от декомпиляции, ну, от зломышленников. Вот, ну, для начала я бы хотел сказать то, что забыл в предыдущей части. На старт android.ru, вот, так, перейдем к экрану, вы можете посмотреть, о Layout Inflator, который мы использовали. Вот, сороковый урок, сорок первый урок, вот, хорошие уроки, есть видео-версии, и вы поймете, что он делает и зачем он это делает. Вот, также хотел бы немного рассказать вам скрытые информации. Готовится новый вебинар, и вскоре он будет. Вот, и еще, скоро стартует новая рубрика, вот, вести ее будет Денис, и там будут тоже очень всякие вкусные сладости. Вот, давайте перейдем к декомпиляции нашего приложения. В общем, для этого нам понадобится такая вот утилитка, jd.gui, и dex2jar. Я уже скачал их, скачиваем. Вот они у меня. Распаковываем в папочку. Вот, dex2jar мы видим кучу файлов всяких непонятных. Вот, универсальная утилитка, можно пользоваться на Windows, Linux и других ОС. Так, и вот мы и будем декомпилировать наше приложение. Давайте, 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 так, отключим средства защиты. Об этом чуть-чуть позже. Значит, нам нужно... Import, Export. Нам нужно создать нашу АПК-шку. Android Application. Выбираем проект. Вот. Вводим пароль. Наш KeyStore. Так. Так, так, так. И создаем нашу АПК-шку. Вот, появится она здесь. Как ее декомпилировать? Берем... Заходим в папочку Dex2Jar. Выбираем файлик. Вот. Dex2Jar.bat. Перетаскиваем его в нашу командную строку. Пробел. И точно так же наш АПК. Жмем Enter. Все. Наше приложение декомпилировано. Вот. JARNIC. Просто берем его, перетягиваем на экзешку. JTGUI. И что мы видим? Вот. Волей библиотека, которую мы используем. Мы использовали вот наша АП-шка. Вот. Запросы. Все как на ладони. Код. Один в один, как в Eclipse. Вот. Иногда нам нужно вот скрыть вот эти вот запросы. Если у вас там есть какое-то там скрытое АПИ у сайтов, вам нужно это все спрятать, чтобы никто больше не пользовался. Ну, конечно, как бы против лома нет приема. И все равно возможно вычислить это все. Вот. Ну, по крайней мере, нужен уровень уже тех людей, кто будет это декомпилировать, взламывать. Вот. А основная масса простых людей уже вот как бы не сможет воспользоваться вот этим. Давайте перейдем на сайт. Я использую вот такую вот интеллидку. Стрингер, Java, опускатор. Это отечественная разработка, российская. Вот. Платформы Java, Android и IDE-шки. Среды разработки, которые поддерживаются. Видите, Maven и NetBeans, Eclipse. Все отлично. Вот здесь есть русский вариант. Вот. Тут есть прекрасная документация, как это все сделать. Вот. Все на русском. Жалост. К сожалению, это платная утилитка. Вот. Вот. Но действенная. Так что не сочтите это за рекламу. Меня никто не проплачивал. Никакие эти. Я просто показываю то, чем пользуюсь я. Вот здесь как активировать. Как установить плагины. Все есть. Абсолютно. Не будем сейчас об этом говорить. А перейдем уже к нашему Eclipse. Вот. У меня уже здесь все создано, настроено. Единственное, сейчас я включу. Вот. И точно так же удалим здесь наши файлики. И точно так же возьмем сейчас и создадим нашу АПК-шку. Подпишем ее, но только уже с защитой. Вводим пароли. Жмем финиш. Наша АПК-шка появится. Вот она. Опять декомпилируем ее. Все. Так. Опять перетянем. Так и закроем. Перетянем сюда. И что мы видим? Непонятное. Что мы видим? Непонятное. Ничего нет. Какие-то символы. Китайские, японские непонятные. Вот. Таким вот образом мы можем спрятать. Вот. Ошибки. Мы можем спрятать. Это все дело. Вот. Очень легко, просто и действенно. Вот. На этом все. Такая вот маленькая третья часть. Никаких заморочек. Ничего. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И будут скоро очень много интересных видео. Вот. Будем учиться. Еще раз учиться. Всем до свидания. С вами был Финч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.